Здравствуйте! В эфире «Время жить» – программа, в которой мы рассказываем о том, что полезно для нашего организма. А что нет? Сегодня вы увидите. Родниковую, фильтрованную, артезианскую или просто из-под крана. Какую воду лучше пить? Художественная гимнастика. Отдавать ли ребенка в этот спорт? Все за и против. Важность воды для человека трудно переоценить. Ежедневно взрослому необходимо потреблять не меньше двух литров воды. А если, не дай бог, заболели, то не меньше трех. Но одно дело знать, что вода необходима, а другое дело, какую воду можно употреблять и от какой лучше отказаться. Ведь два литра, скажем так, грязной воды вам пользы уж точно не принесут. Выясним, какая вода самая чистая. В большинстве случаев источником пресной воды для городов становятся близлежащие реки и озера. А значит, в воду попадает все, чем богат город. Мусор, соли тяжелых металлов, сточные воды и прочее. Поэтому вода проходит через систему очистки. Однако коммуникация в городе не всегда в идеальном состоянии. Поэтому польза такой воды остается под вопросом. Считается, что хорошо очищают воду от примесей, хлора и других загрязнителей бытовые фильтры. Насколько сейчас преобразится водичка, когда мы ее профильтруем, узнаем в лаборатории. Впрочем, обычную воду из-под крана тоже не мешает проверить. Нальем и ее для экспертизы. Следующий образец воды наберем в природном источнике. Всем известна притягательная села родников. До сих пор, чтобы отведать самого лучшего напитка, подаренного природой, чистой воды, немало людей идут к роднику с бидонами и ведрами в руках. Порой за несколько километров. Этот родник находится в Дядьково. Многие горожане приезжают именно сюда за водой, считая, что здесь она самая вкусная, чистая и полезная. Наберем здесь воды для экспертизы. Какую же воду лучше пить? Самая экологически чистая и безопасная для организма считают артезианскую. Чтобы до нее добраться, бурильщикам приходится пробивать несколько водоупорных слоев – глина, камня, песок и так далее. А это естественные фильтры, которые не дают попадать в воду солям тяжелых металлов и прочих вредных веществ. А сейчас мы купим свежую природную артезианскую воду. По крайней мере, так ее позиционируют. Но экспертиза покажет, насколько это действительно так. Покупать артезианскую воду или ездить к родникам доступно не всем. И тут наше население нашло такой выход. Многие считают, что достаточно чистая вода из колонки. Нальем и проверим ее. Мы подписали каждый образец. Номер один – вода из колонки. Два из водопровода. Три – прошедшие очистку через кассетный фильтр. Четыре – артезианская, купленная в палатке. Пятая – набранная из источника. В лаборатории после тщательных исследований нам дали такой ответ. По санитарным нормам показатели всех образцов находятся в допустимых пределах. Однако какая-то вода оказалась лучше, а какая-то хуже. Пятая проба содержала фосфаты 1,28, а другие пробы содержат где-то 0,7-0,6 миллиграмм на литр. То есть что-то о чем говорит наличие фосфатов. Откуда берутся фосфаты? Фосфаты – это продукты разложения органических веществ. И фосфаты содержатся в моющих средствах. То есть чаще всего фосфаты бывают в природных водоемах, в колодцах. Потому что в колодцы может проникать вода, которая идет из каких-то мест, где идет гниение органических веществ, или попадают моющие средства. Часто в реках бывает превышение, потому что поступают какие-то источные воды. Пятый образец – вода из источников Дядького. В ней больше всего фосфатов. Другой, не менее важный показатель – сульфаты. Если они содержатся в больших концентрациях, то идет нагрузка на фильтры нашего организма – печени, почки. Вода, содержащая много сульфатов, горько-соленая на вкус. По сульфатам наибольшее содержание – проба номер 2. Проба номер 2 – 112 миллиграмм на литр. И жесткость. Очень важным показателем и известным людям, населению – это показатель жесткости. Жесткость наибольшая была в образце номер 1 – 7,3. Образец номер 2 – водопроводная вода. В ней больше всего сульфатов. А самая жесткая вода из колонки – это образец номер 1. Жесткость – наличие различных солей, таких как магний и калий. Когда их содержится очень много, появляется накипь на чайнике. При стирке белье выглядит застиранным, потому что при полоскании в такой воде соли оседают на ткань. В первом образце из колонки вода не только жесткая, но и содержит больше всего железа. Вреда от него особого нет. Но когда его много, у живительной влаги появляется металлический привкус. Важным показателем в воде является наличие аммиака. Потому что аммиак – это продукт жизнедеятельности организма и продукт разложения биоматериала. И если он попадает в таких больших концентрациях, то он вызывает различные заболевания. Это действует на нервную систему. Поэтому вот смотрим аммиак. 0,42 допускается до 2 мг. И наибольшая проба была 0,65. Это проба номер 3. Это вода, которая прошла очистку при помощи кассетного фильтра. Этот фильтр прослужил всего пару недель. Почему же могли получиться такие результаты? Вода часто после фильтра становится более кислой. То есть уменьшается величина pH. И уменьшается сухой остаток, общая минерализация. И жесткость уменьшается. После фильтров обычно вот это происходит. Но недостаток фильтра в том, что он накапливает аммиак. И поэтому содержание нитратов и нитритов тоже становится больше в воде после фильтра, чем до фильтра. То есть первые порции, которые проходят через фильтр, они очищаются. Но затем происходит накопление, как накопление всех остальных ионов. Так какую же воду лучше пить? Родниковую, фильтрованную, артезианскую или просто из-под крана? Пора узнать номер лучшего образца. Ну я думаю, что вода номер 2, хотя у нее сульфатов много. Вот. Вода номер 4, наверное. Вот вода номер 4 наиболее такая приемлемая. Я бы сказала, что все образцы хорошие. Все образцы хорошие. Вот. Другое дело, каковы их источники, я этого не знаю. Вот. Каковы источники взятия проб этих. Вот. И если это где-то содержится какая-то вода бутилированная, я, в общем, зато за воду природную. Все-таки она как-то полезнее, она естественнее, она ближе организму, чем что-то искусственное. Образец номер 4. Это природная артезианская вода. Прежде чем составить таблицу результатов, мы решили провести еще один тест. И еще раз профильтровать воду из крана новым только что купленным фильтром. И вот что показали результаты. Вот по аммиаку исходная вода 0,42 содержала, и это примерно 0,42. Если использовался где-то фильтр, общая картина использования фильтра такая. Она проводит очистку от жесткости, так, то есть убирает кальций и магний. Но если жесткость воды небольшая, где-то в пределах 6 миллиграмм на миллиграмм эквивалент на литр, то смысла большого нет уменьшать жесткость, потому что жесткость обусловлена наличием солей кальция и магния. А они нужны для жизнедеятельности организма. Поэтому данные образцы, я считаю, не нуждаются в очистке фильтров. И даже, я считаю, это будет хуже. Фильтр только вызовет при наличии других примесей аммиака, вступление аммиака в воду. В целом же, если говорить о фильтрах, то они снижают ПАЖ, делая воду более кислой и приятной на вкус, убирают жесткость, уменьшают общую минерализацию, и накипи на чайнике становится меньше. Поэтому, прежде чем ими пользоваться, важно узнать, какая вода течет из крана именно у вас, что в ней надо убирать, а еще тщательно ознакомиться с инструкцией по их эксплуатации. Тем не менее, по результатам нашей экспертизы получилось, что самая лучшая вода под номером 4 – артезианская. За ней с небольшим отрывом идет образец под номером 2 – водопроводная вода. Она содержит небольшое количество сульфатов. Далее располагается шестой образец, прошедший очистку новым кассетным фильтром. На следующем месте первый образец – вода из колонки, жесткая и содержащая немало железа. Вода под номером 5 – из источника, в ней больше всего фосфатов. Хуже всего оказалась вода под номером 3. Она была профильтрована кассетным фильтром, который проработал всего пару недель. Кто из нас не любит смотреть на соревнования художественных гимнасток? Отточенные движения, высокая техника и грациозность спортсменок притягивают восторженные взгляды взрослых и детей. Поэтому многие семьи, в которых подрастают девочки, подумывают о том, чтобы отдать ребенка в художественную гимнастику. Взвесим возможные за и против. Чуть ли не каждая вторая мама мечтает вырастить из своей дочки Ирину Чащину или Алину Кабаеву. Но путь к этим вершинам не так прост. Тренировка для начинающих включает такие элементы, как мостики, шпагаты, упражнения с шарами, ленточками, булавами и многое другое. Гимнастки постоянно выполняют множество упражнений на гибкость и растяжку. Причем тянуться им приходится постоянно, несмотря на боль. Без хорошей растяжки никаких результатов не будет. Наши девочки, когда начинают заниматься и продолжают заниматься, им приходится делать усилия. Они должны развивать свою гибкость, они должны быть растянутыми, они должны следить за своим телом, потому что когда начинается гормональное развитие, девочки созревают, понятно, что есть проблемы с весом. И это же здорово, когда девочки уже с детских лет должны, хочет видеть себя очень красивой в зеркало. Это же красиво. Катя Лоц занимается художественной гимнастикой уже пять лет. Она хочет стать профессиональной спортсменкой и много тренируется. Катя говорит о художественной гимнастике так. Она меня вдохновляет, мне нравится заниматься очень. Там надо вкладываться полностью, это трудолюбие воспитывает, ловкость в какой-то степени. В школе даже лучше получается учиться, потому что в гимнастике воспитываются какие-то черты характера. Каких-то особых физических требований, как в конном спорте или в плавании, при отборе для занятий гимнастикой не предъявляют. Лучше, конечно, если девочка не склонна к полноте, хорошо координирована, гибка. Но опыт показывает, что физические данные мало что определяют. Гораздо важнее целеустремленность. Известно, что Алина Кабаева в детстве была полненькой. Гимнастикой можно заниматься с раннего возраста. И могут начать заниматься девочки, которые чуть-чуть постарше. Я им веду и 6, и 7 лет. Если к нашему виду спорта есть данные в этой девочке. А именно гибкость, пластичность, большое желание. И, конечно, девочка должна быть стройненькой. Обычная тренировка по художественной гимнастике длится в среднем 4 часа в день. Перед соревнованиями бывает и дольше. Я хочу сказать, что художественная гимнастика, именно слово художественное, она ни на осанку, ни на здоровье, она еще никому плохо не повлияла. Ни на какое-то другое эстетическое развитие или умственное развитие. У нас все равно интеллигентный вид спорта. У нас очень красивый вид спорта для девочек. Очень красивый. Девочки красиво двигаются. Гибкость, пластичность нужна и в жизни. Потому что уметь преподнести себя – это ведь тоже искусство. После пары лет обучения становится понятно, нужно продолжать заниматься или стоит посвятить себя какому-то другому виду спорта. В художественной гимнастике это сделать легче, чем в других видах. Время расставания приходится на 15-16 лет, когда еще многое впереди. Но кто-то всегда остается, побеждает и идет в большой спорт. Я очень хочу стать хорошей гимнасткой. Моя мама занималась художественной гимнастикой. Она стала мастером спорта международного класса. Ну, я из Белоруссии, переехала в Россию. Вот, мама была в сборной СССР. Вот, она в групповых стояла. И она для меня авторитет большой. Прежде чем отдать ребенка в художественную гимнастику, немаловажно проконсультироваться с врачом. Тренеры говорят, что, конечно, многое зависит от человека, но спорт, безусловно, влияет на становление характера. Он становится более волевой и помогает в жизни достичь многого. Все мы помним знаменитое высказывание «В здоровом теле – здоровый дух». Так вот, с латинского оно переводится немножко иначе. Хорошо бы, чтобы в здоровом теле был здоровый дух. Чтобы мы не просто качали мышцы и заботились о хорошей растяжке, но и стремились своей душой к прекрасному и радовались каждому моменту нашей жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова